Привет! Неожиданная встреча! Привет, ребята! Рад тебя видеть и слушать здесь. Да, взаимно на самом деле. Представляешь, какая возможность на самоизоляции с тобой поболтать, обалдеть. Коллега теперь, коллега, да. Теперь ты переквалифицировалась на киберспорт, я смотрю, с тенниса. Ну как переквалифицировалась? Я пробую. Ну а что, понимаешь, нету сейчас в реальности каких-то возможностей. И вот предоставляют нам наши спонсоры такую ситуацию, да. Ну рассказывай вообще, как ты готовился, как вы вообще готовились? Я понимаю, что сейчас какие-то проблемы происходят технические, но долго, много по времени. Сыгрывались, не сыгрывались. В общем, рассказывай, что у вас там с Counter-Strike. Как ты-то там оказался? Я последний раз тебя на каком-то мероприятии видел спортивным. Ребята, это была настоящая спецоперация, которая не заканчивается до сих пор, реально. Потому что, ну, я в качестве уже директора по маркетингу федерации сейчас выступаю, не капитана сборной. А все, да? Завершил? Да, пока завершил. Вот. И, в смысле, пока. Вот. И мы буквально, мы готовились к этому турниру. Уже вроде бы все сидели по домам, все скачали Counter-Strike. Там у кого-то не было оборудования, мы получили это оборудование сначала. И потом буквально за неделю до начала турнира появилась новость, что открыли спортбазы, и наша команда уехала туда, соответственно, вся. Вот это да. Ты сейчас просто такой инсайд нам выдаешь. Вот. И, конечно, они сдавали все тесты на коронавирус, проходили какой-то определенный период карантина, не выходили из номеров там и так далее. Вот. И не было ни у кого оборудования там. Мы пытались через ребят, которые туда заезжали передать оборудование. Окей, передали. Двое только сегодня заехали еще. Не было интернета. Оборудование, которое передали туда, не было модулей Wi-Fi. А интернет на базе только через Wi-Fi работает, в общем-то. И там ужас, чего мы только не придумывали. И только сегодня двое, которые приехали, наши команды, Давид Беляцкий, Иваня Стритович, они купили флешки Yota с модемом, потому что выхода другого практически не было никакого. Мы уже заявились, играть надо. Вот. И вот сейчас вот пытались установить все. Двое, Давид и Ваня, зашли вообще только сегодня в Counter-Strike. То есть вообще никакой возможности не было, да, у них поиграться? Мы все абсолютно, вообще. То есть я играл в Counter-Strike, наверное, лет 10 уже. То есть ты только в первую версию играл, да, еще, которая существовала в каких-то веках? Я начинал с 1-2, потом играл чуть 1-3, 1-5, 1-6. И в итоге там Source немного поиграл, и все. То есть Global Offensive я даже... Но у тебя времени на это не было, на самом деле, последнее. Ну и времени, да. Просто пока мы были спортсменами, мы потом еще переквалифицировались в World of Warcraft. А, то есть перепрыгали в другой, изменили Counter-Strike, я поняла. Вот, но потом, когда закончился спорт, как бы началась реальная жизнь, естественно, мы все приостановили, все игры, и времени на это нет. Так что вот, у нас, конечно, технически неполадки сейчас дикие. Ребята там пинки испытывают под 600 примерно, и не могут ничего с этим поделать. Мы просим, конечно, огромное прощение у команды атлетов, из-за того, что задерживаем игру. И у организаторов соответствую, но ситуация безвыходная. Ну что делать, да, не, на самом деле, это действительно какая-то спецоперация, правильно, это обозвал по-другому, и не сказать лучше, наверное. Ну а втроем, то есть вы никак не играли, ни вдвоем, ни втроем, никак не получалось совершенно, да? Мы поиграли втроем, как раз там Никита Нагорный был на базе, и Владик Полешов, это наши чемпионы мира, все 2019 года свежие. Чуть-чуть поиграли, конечно. Ну, Никита, я помню, мы же, по-моему, все вместе, мы же все вместе играли в этот, в столько одному, да? Да, было дело, было, было, было дело, да. Ну, естественно, ни тактик, ни стратегии, ничего у нас как бы нет, мы просто зашли по фану пострелять, скажем так. Слушай, ну у вас неплохо получилось там в первых раундах-то, вы даже как-то там наравне поборолись. Ну, я думаю, что если бы ребята хотя бы испытывали, не испытывали проблем с интернетом, все было бы гораздо лучше, потому что, ну, они просто стоят, не могут пошевелиться. Это, конечно, беда полная. Да, это не то слово, но с Йота это тоже тактик сложности, я тоже пользовалась, действительно, такой перебой. Ну, а каковы вообще шансы, что вы вернетесь-то к нам? Мы, я понимаю, все, не меры, которые есть, да, мы нашли даже замену одну, у которого вроде бы неплохой пинг, но это только три, максимум четыре человека. Пока вот ребята лагают, скажем так, серьезно. А не рассматриваются какие-то варианты, что, может быть, там как-то будете играть, не знаю, в меньшем количестве, но с какой-то там, с лучшим оборудованием, там, с лучшим оружием или как-то так, там какие-то не рассматриваются такие варианты игры? Это на крайний случай, я имею в виду, что если не... Я думаю, что да, может быть, как-то мы сможем договориться с командой соперников и с организаторами. Надо обсудить этот момент, да, потому что мы понимаем, что ждать... Ну, бесконечно, да, как бы не получится, конечно. Но на самом деле я рад с тобой побеседовать, я могу с тобой сейчас так долго сидеть разговаривать. Не знаю, насколько это нашим зрителям нравится, но я-то с тобой с удовольствием поболтаю на самом деле. Вообще, что ты все время это делал? Что делал все это время на самоизоляции? Подделал, что в Counter-Strike, ты уже сказал, особо не играл. Но еще какие были там действия? У меня было много работы, мы работали на удаленке. Буквально вчера как раз-таки мы запустили новый сайт Федератной спортивной гимнастики. Ого, поздравляю вас. Спасибо. Мы сделали классный медиапортал для фанатов, для зрителей, для средств массовой информации, для родителей. Постарались сделать его удобным для всех, соответственно. И запустили как раз-таки тоже там еще новость, то, что мы играем. Долго готовились к этому, поэтому в основном все время занимала работа. Ну, то есть на удаленке, получается, ты все время сидел? Да, абсолютно. Новый вид работы, который сейчас осваивают цивилизации, это, конечно, просто... Ну, мне, например, тяжело в этом смысле получается. Если бы не такая возможность, то... Мне на удаленке сложно работать. Мы уже только что обсуждали с моим коллегой, соответственно, с ведущим Ваней. Но тоже что-то придумываем, что-то делаем. Вопрос... Нет, а еще... А? Есть в этом и плюсы, и минусы, на самом деле. Я тоже не мог сначала работать на удаленке, но потом я понял, что это действительно экономит очень много времени, которое мы теряем на дорогу, на обеды и так далее. Можно весь день просто работать. Ты встал с утра, взял компьютер... Да нет... И можешь проводить встречу только. Да, на самом деле, многие сказали об этом. Ну, слушай, значит, как переформатируется общество сейчас, как подстроится под такую новую реальность. Но, наверное, мы будем пробовать вас как-то выводить, так что я буду заканчивать разговоры. Реально, рада тебя слышать. Я желаю вам удачи. Желаю в техническом моменте тоже удачи. Спасибо, Катя. Да, надеюсь, что у вас все получится, и что вы выйдете даже в плей-офф. Мы будем, может, стараться и надеть. Я смотрю, вот ребята вроде зашли уже и с пингом более-менее, кроме одного. Сейчас будем решать проблему. Давайте, старайтесь, а мы тоже будем вас поддерживать. Субтитры создавал DimaTorzok